Бездомные собаки держат в страхе жители Елабуги. Подобные жалобы в местную администрацию поступают едва ли не каждый день. В прошлом году от укусов пострадали порядка 500 человек. Достается даже автомобилям. Так в ноябре прошлого года во время движения на легковушку Руслана Ибрагимова набросилась стая псов. Поцарапанный бампер, вырванное противотуманные фары и прокусанное колесо. Вот последствия агрессии бродячих животных. На сегодняшней калькуляции это делается. Речь идет от 1500 до 3000 рублей в сегодняшний день до одну собаку. Но щенки уже поменьше. Ветеринары уверяют, после стерилизации собаки опасности представлять не будут. Они становятся наоборот спокойным, добрым. И цель стерилизации – это чтобы собака стала бесплотным. Между тем, мнения жителей Елабуги о новых для города методах борьбы с агрессивными собаками разделились. Обижать их тоже не очень хорошо. Но, в общем-то, я считаю, это удовлетворительно. Почему? Ну, нормально. Уж не будут распространяться так резко по всему городу. Не знаю. Знаю то, что собак жалеет, а людей не жалеет. Вот это плохо. После стерилизации собак будут помещать в приют «Верность». Чиновники пообещали, что пищевые отходы для корма животных теперь будут поставлять в приют из школ и детских садов. Было скрытие копилки, где было собрано 18 тысяч и передано фонду «Верность». Обычно в летнее время, конечно, больше мы собирали. Если в 2015 году порядка 60 тысяч собирали в летнее время, то в зимнее время чуть поменьше, потому что свадебные меньше бывает зимой. Поэтому мы также в летнее время в Александровском парке будем проводить какие-то акции именно по памятнику бездомной собаке, по копилкам. То есть это задание уж на сегодняшний день и управление культурой получили. А тем временем строительство нового приюта для собак продолжается. Несколько месяцев назад им пришлось оставить свое привычное место в нижней части Елабуги и перебраться на новую территорию. Юлия Шабанова, Эфир 24.